Фильмы Михаила Птушука 3 апреля 2002 года. Голливуд. 23 дня до автокатастрофы. Прилетел в Лос-Анджелес. Завтра работа на студии. Все по-новому. Другой мир, другая жизнь. Я открываю для себя Америку. Он родился в войну и родился в блиндаже, которые до сих пор сохранились в тех местах на Полесье. На генетическом уровне, мне кажется, он видел войну и сражался со своим народом. И плакал вместе со своим народом. И желал свободы своему народу, как и народ сам. И мне кажется, что вот это, оно у него было самым глубоким впечатлением. И оно его преследовало. Вот эта война, она преследовала его с детства. И когда я говорила, хватит, заканчивай с этой войной. Ты же не воевал в этой войне. Он всегда шучивался, я и рад бы с ней закончить сам. Да она никак не заканчивается. Ну вот, несмотря на то, что мой отец был человек известный и достаточно о нем было рассказано и написано, мне кажется, что многое осталось за кадром. Мне, например, очень жаль, что неизвестно его театральное прошлое. И он совершенно неизвестен в Беларуси как театральный режиссер. Потому что он начинал именно как театральный режиссер и работал в разных городах и в разных театрах России. Как он рассказывал, его история с театром началась с того момента, когда папа нашел в школьной библиотеке в деревне Федюки книгу Чехова, книгу-пьес. И прочел впервые, он говорил, что ему было тогда 14 или 15 лет, и прочел Вишневый сад. И он поступил тогда в Белорусскую академию искусств на курс известного педагога, очень хорошо которого знают, Владимира Маланкина. Но случилось то, что папу после первого курса отчислили. Маланкин его отчислил за профнепригодность. Дело в том, что, как он объяснил ему, он сказал, Миша, вы самый младший на курсе, вы очень инфантильный, вам еще рано заниматься режиссурой, поэтому приходите позже. Но это было не для папы, и он тогда купил билет в Москву и поехал в театральное училище имени Щукина, куда был сразу зачислен на курс к известному педагогу Борису Евгеньевичу Захаве. 4 апреля 2002 года, Голливуд. 22 дня до автокатастрофы. Первый рабочий день в кинокомпании. Подкладывали и проверяли все английские реплики. Прослушали и уточнили музыку. Компания в восторге от фильма. Звонил Лиле. У нас было утро, а в Минске вечер. Самое главное для него – это был человек на экране. Он не уходил от него. И операторов себе искал таких, чтобы раскрывать именно человека. В его фильмах мне казалось, что у него всегда есть белорусский дух, который впитывается только с молоком матери. Я так, когда задумывалась над этим, думаю, ну вот у Пушкина же есть здесь русский дух, здесь Русью пахнет. А здесь белорусский дух и Белоруссию пахнет. А он все у меня допытался. А как ты это видишь? Я ему говорю, вот открывается экран, и сразу ясно, что это белорусский, так сказать, белорусский фильм белорусского человека, белорусского режиссера. 7 апреля 2002 года. Голливуд. 19 дней до автокатастрофы. Первое в жизни воскресенье в Америке и, по-видимому, последнее. Так хочется пойти в церковь, православную, и поблагодарить Бога за все, что Он сделал для меня. Спасибо, Господи. Так ему тяжело давалось это все, потому что, когда кто-то начинает выделяться, а выделяться он начал сразу со своих первых фильмов, то вокруг возникает такая какая-то завистливая, враждебная атмосфера. И я помню, это заметила совершенно явную вражду, открытую вражду, открытое выражение к нему неприязни и ненависти. Это после картины «Черный замок Ольшанский», когда проводились тогда в Союзе кинетографистов каждый год так называемые «канны», и когда раздавали эти листы, грамоты какие-то за картины. Так вот, дали всем на этой картине, кроме режиссера. Вот этой бумажечки он не получил, что ему, так сказать, какая-то награда в местном Союзе. Но его обожала совершенно Москва, его обожала заграница, потому что звонили, вот они следили за его творчеством, когда он сделал в августе 44-го, то звонили, сразу же сказали, это русский хит, русский хит. Внимай! Ты что? Внимай, я сказал. Нельзя, не положено! Я могу абсолютно точно сказать, что отец мой был верующим человеком, но верующим очень трепетно, искренно и не на показ. Я знаю, что он все время, вот у нас дома есть икона, который он брал абсолютно на все свои съемки и возил ее с собой. Ну а то, что касается его отношений к окружающих, то мне кажется, вот тут он был точно истинно верующим человеком, потому что его вера проявлялась в действии, а не на словах. Он очень радовался за все, что происходило хорошего вокруг него. Он радовался, когда снимались хорошие фильмы, когда артист играл хорошо роль, и он где-то это видел, пускай даже не в его фильме. Он щедро обрушивал на него свои эмоции доброжелательные и радость за него, и радовался всему, что происходило вокруг него хорошего. 10 апреля 2002 года, Голливуд. 16 дней до автокатастрофы. Сегодня столкнулся с американцами. Они сделали мне звук, но не то, что надо. Они не понимают образного решения сцены в звуке, подкладывают то, что видят, а это в корне неверно. Сделал им нагоняй, и они вздрогнули. Ритм жизни у него в последние, вот перед кончиной у него как бы нарастал. Он уже, во-первых, он со своими учениками просто был столько времени, как будто бы чувствовал, вот все он чувствовал. И когда пришел однажды и мне сказал, после третьего курса, он сказал, ну все, ребят своих я всему научил. Больше мне учить нечем. Я говорю, ну выдаем дипломы тогда после третьего курса. И, значит, Голливуд его забирал мощно уже перед кончиной. Значит, авианосец, студия Горького, на него как-то все это на него нахлынуло. Вот. И он просто еле успевал. Господь, может быть, и напомнил ему, забрав этот день. В день чернобыльской трагедии, о которой он мечтал снять, и готовился к этому главный проект в своей жизни – белорусский «Титаник». 12 апреля 2002 года. Голливуд. 14 дней до автокатастрофы. Впервые в своей жизни у меня перезапись в Голливуде. Я уже прошел их школу и могу с уверенностью сказать – мы на высоте. То, что предлагал я им, в голову не приходило. Господи, неужели это случилось? Я нашел то, чего в фильме не было. Нашел прекрасную интонацию всего фильма. Отъезд перенесли на среду. 19 апреля я должен быть в Минске. И все. Прощай, Америка. Вы знаете, я очень хорошо помню день приезда отца из Голливуда. И это была наша последняя встреча с ним. Я помню, что утром раздался звонок, и папин голос, которого я уже, наверное, месяц не слышала, восторженный, радостный такой, я слышу – «Доча, срочно приезжай ко мне. Я привез Мишке такую водяную пушку из Голливуда. Он будет так рад. Доча, бери такси, приезжай ко мне». Он такой восторженный, радостный, помолодевший, как будто он 10 лет скинул. Он тогда сказал – «Я начал жить. У меня началась жизнь, девки». Я помню, что папа тогда с большим восторгом рассказывал о своей работе в Голливуде на студии звукозаписи с американскими звукорежиссерами. Он говорил, что это фантастически. Я нашел тот звук, который я искал всю жизнь. Этот звук я не мог найти нигде. Плач птицы. Мне нужно, говорит, было, чтобы птица плакала. И я нашел его только на студии в Голливуде. А этот звук у него с детства был. Этот звук у него ассоциировался со смертью. Этот плач птицы был звук смерти. Ему суждено было съездить в Косово. Потому что он был так занят на съемках, что ему не удавалось пойти в церковь. Никак не удавалось. На Архангела Михаила, на Николая Чудотворца. Он пытался всегда, потому что он Михаил Николаевич. И ему старец говорил, что у тебя такие покровители, ты с ними никогда не пропадешь. И вот Косово, это и была, мне кажется, подготовка, как бы небо, его подготовить к вечности, к уходу. Господь так устроил эту поездку ему, что он оказался в монастырях, в Косовских. Они посещали монастыри. И там он, видимо, получил то, что по милости Божией он должен был получить к переходу в вечность. КОНЕЦ КОНЕЦ